Тревожная кнопка нажата. Здравствуйте в студии Марина Мороз и сегодня в программе. Кармический огонь или за что вернулся ему смертельный бумеранг? Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Солигорский ночной дебошир, кто и с кем устроил разборки. И пример, который не достоин подражания в Гродно, мужчина с ножом напал на подростков. А сейчас обо всем подробнее. 14 лет назад он убил свою мать. Отсидел, вышел. Но кармическое возмездие вернулось огненным бумерангом. Деревня Беляки. Ночью местных жителей разбудит вой сирен и запах гари. В тот вечер к хозяину дома с проверкой придет участковый. Но встретят его лишь густые клубы дыма. Милиционер вызовет МЧС. Спасатели потушат огонь и под обломками найдут мужчину. Между печью и кроватью. Без признаков жизни. Погибший мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Для установления точной причины возгорания назначено проведение ряда экспертных исследований. Предварительная причина пожара – курение в постели. Недоплатили за 20 тонн. Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза. Что именно хотели провести без оплаты? Пункт пропуска – каменный лог. На таможенном контроле документы одного из перевозчиков вызовут вопросы. Ответы на которые не заставят себя ждать. Стоимость более 20 тонн облицовочных плит, следовавших из Литвы на территорию ЕАЭС, занижена в полтора раза. Теперь перевозчику грозит внушительный штраф. Транспорт арестован. И снова полыхал автомобиль на одной из столичных улиц. Кто тушил пламя и что стало причиной в этот раз? Вечером жильцы одного из столичных районов наблюдали файер-шоу на дороге. Старенькая Ауди остановится на красной и вдруг вспыхнет. Потушить машину помогли спасатели МЧС и сотрудники ГАИ, которые и установили, что Ауди 34 года и автомобиль не имел допуска к участию в дорожном движении. Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки. Обошлось без жертв. Если на ваших глазах совершается преступление, звонить в 102 равно не только моментальной поимке преступников, но и минимизации ущерба от противоправных действий. В Солигорске ночной дебошир устроил разборки с автомобилем. Кричит, наносит удары по автомобилю и собирается сесть за руль пьяным. Такое сообщение поступило в Солигорскую милицию. Патруль ГАИ отреагирует мгновенно, но даже их присутствие не остановит дебошира. Он разобьет стекло в чужом фиате на глазах милиционеров. Руками ни за что не беритесь, руки в крови. Чья машина ваша или нет? Нет. А потом продемонстрирует и свой словарный запас. Ну так давайте какой-нибудь, блядь, блядь. Имя отчества ваша. Предъяву предъявлять. Отчество ваше, уважаемое. Уже предъявлял, блядь, уже давно. Угомонитесь, уважаемое. Так что с ним угомонитесь, так вы, блядь, себе за собой контролируйтесь. Мат в перемешку с угрозами в адрес милиционеров и бесконечная путаница в показаниях. Чья эта машина? Это? Мои девушки. Так а чё вы? Мои подружки. Подружки, подружки, подружки. Не рвайтесь матами. Так зачем машину было бить? Она мне вообще, честно скажу, никто. Никто. Она мне вообще не нужна. Повреждены крепления регистрационного знака, педали акселератора и разбитое стекло водительской двери. Мужчина уверял, что в той машине находится девушка. Она здесь сидела там. В данном моменте она сидела там. Но нету там никого. Мы подъехали, вы при нас, открыли дверь, и там никого нет. Смотрите, смотрите. Зато у Буяна было уже четыре судимости, и за очередное преступление ему грозит срок до шести лет. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Хотел припугнуть. В центре Гродно мужчина размахивал ножом. На кого была направлена агрессия? Пример, который недостоин подражания. 47-летний гродненец в центре города угрожал ножом компании молодых людей. Мужчина был настолько пьян, что так и не смог пояснить причину такого агрессивного поведения. Возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство. Известно, что в прошлом году он уже дважды привлекался за аналогичное пьянство в общественных местах. Это все на сегодня. И не пропустите завтра, в пятницу в 16.20. Самые резонансные криминальные новости и чрезвычайные происшествия недели только в эфире ОНТ. Но по-прежнему оставайтесь только зрителями, а не участниками нашей программы. Будьте бдительны и берегите себя.